всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня я хотела бы вам показать свои покупки за последний месяц их оказалось очень много поэтому возможно я разделю на две части даже получается на 3 отдельная будет одежда и девочки если вам будет интересно видеть видео с одежды сразу с примеркой на мне вы ставьте пальчики вверх и я буду знать что такое видео для вас и снимать ну и давайте приступим к моим покупкам ну в первую очередь самой главной покупкой и самый любимый в этом месяце встали такая палетка здесь большое такое зеркало удобно что можно так вот поставить в принципе взяв эту палетку с собой вам будет удобно наносить макияж то есть вот так вот поставили она в принципе держится под этим градусом и очень хорошие зеркало очень удобно на ней смотреться парная палетка сейчас она на щечках на камере она выглядит немного ярче нежели на действительности потому что вот в действительности я смотрю и я не вижу контура на камере он явно виден но тем не менее очень меня порадовали именно румяна и хайлайтер хайлайтер очень такой деликатный тоже мне сейчас на щечках его можно использовать на каждый день он очень хорошо такой подсвечивает он не имеет никаких блесток такой просто с отражающими частичками отличный деликатный хайлайтер очень мне нравится цвет румян я уже очень давно хотела такой стал вот такой хайлайтер от карга мне очень сильно нравится потому что он дает такое именно влажное свечение просто отпад это просто какая-то находка плюс его тут очень много но я не буду выдвигать и просто боюсь его сломать тут 7 грамм он его надо прям совсем чуть-чуть и и он очень хорошо растушевывает просто великолепный хайлайтер всем советую девочки я ссылку оставлю внизу там где и потом из декоративной косметики я еще купила себе вот такой тон вот шоссейда о нем я уже говорила в своем блоге что могу сказать я им попользовался уже несколько раз сначала мне не понравился объясню почему потому что он как-то я видимо с ним переборщила и он как-то подчеркнул все шелушений и выглядел очень некрасиво на лице но на следующий день я уже растушевал его кистью нанесла совсем чуть-чуть и он действительно немного увлажнил кожу скрыл все шелушения очень красивый лег моей подруге кстати он очень сильно понравился поэтому девчонки те которые такой суховатый кожей присмотритесь к этому тональному крему потому что он еще плюс уход у меня это в оттенке light clay шоссейда биби отличный тональный крем мне он очень нравится правда классный тональный крем следующий покупкой там был такой крем от нарц я не помню я его вроде да в каком-то своих логах я показываю вам честно пока что мне не нравится это еще если что-то изменится и вообще планирую заснять с ним видео с макияжем ну плюс еще так сказать обзор на эту тональную основу опять-таки пишите в комментариях если вы хотите увидеть такого рода видео потому что мне кажется довольно интересно смотреть сразу не просто пустословить а еще сразу вы будете видеть как это все выглядит и наносится следующая покупка этого месяца давайте уже к уходу мы перейдем потому что в принципе декоративка все больше ничего в принципе себе не упала хотя и этого в принципе считаю достаточно из ухода я купила себе вот такую умывалку от клиник я ее купила взамен гидрофильного масла от dior я люблю люблю смывать макияж именно какими-то умывалками я не люблю сначала одним средством смыл потом умылся потом еще что-то я люблю все в одном что могу сказать как умывалка просто супер но именно брать как снятие макияжа на мне не очень нравится потому что она если она чуть-чуть попадет только вам глаза это настолько больно и настолько неприятно мне ни одна вот умывалка так не щипала глаза как вот это но она смывает все на ура лицо просто чуть ли не скрипит от своей чистоты но она нету чувства стянутости она не сушит вам кожу это кстати дальше я купила себе вот такой тоник от поет у меня вообще обычно я пользуюсь мицеллярной водой от пиатерм как тоником только зеленые версии она мне нравится почему-то больше вот этим я в принципе тоже уже пользовалась это с клюквой он очень приятно пахнет он хорошо тонизирует немного увлажняет кожу такой розоватый оттенок мне кажется это отличный тоник ну вот моей подруге кстати этот тоник совершенно не нравится у меня я не могу сказать что следующий покупка я не помню показываю я вам его или нет вообще довольно давно его купила это скраб от чистой линии великолепный скраб что о нем еще говорить он хорошо очищает черные точки немного сужает очень хорошо очищает кожу хорошо скрабирует великолепный скраб бюджетный прям всем советую девочки если вы не пробовали попробуйте действительно отличный скраб ну и тему скрабов дальше продолжим у меня это мой любимый скраб от натуры сибирика облепиховая серия я его обожаю это скраб для тела он пахнет облепиха те кто не любит запах вот этот облепихи вот эта серия можете даже на него не смотреть это глубокое очищение он очень хорошо скрабирует после него крема очень быстро впитываются прям кожа такая вот прям докрасно отскрабированная великолепный скраб я о нем уже рассказывала это вот просто мой самый главный фаворит с 2014 года и он продолжает быть моим самым любимым скрабом для тела я купила себе вот такую маску то кто у нас планета органика так она выглядит она тоже довольно бюджетно там по-моему рублей 100 с копейками она стоит такой довольно довольно приятный запах это маска для лица на органическом масле канадской калины по составу как здесь пишется в составе она не плохой довольно состав но что могу сказать это под маска мгновенного действия хотя на мгновенная маска для лица сияние и увлажнение эта маска нет ну по крайней мере я не заметила может надо и почаще все-таки попользоваться девочки кто пользовался вот этой маской если часто пользуетесь напишите пожалуйста после частого использования так ну этот эффект остается накапливается или нет просто получается что вы ее нанесли лучше носить ее с утра с утра нанесли если вы хотите чтобы ваша кожа сияла до с утра и и она умываетесь наносите там уходите 10 минут пока там чай смываете вас действительно кожа такая однородная не знаю просто как еще по-другому сказать увлажненная она сияет изнутри действительно кожа выглядит очень ухоженной но после того как вы на следующий день этого эффекта у вас уже нет то есть не знаю может ей просто надо чаще пользоваться пока я пользовался только два раза не знаю девочки те кто пользовались ей чаще напишите пожалуйста комментариях как вам и не следующее это вообще бесполезная вещь это хималая крем для проблемной кожи у меня в последнее время гормоны мои шарят стали такие довольно некрасивые прыщи выскакивать и я уже чем только с ними не боролась вот решила попробовать какую-то еще бюджетным потому что пока что я не готова тратить большие деньги но не знаю как-то жаба внутренне меня душит покупать что-то подороже но видимо скоро придется потому что я уже столько мочков и таких перепробовую он стоит из разряда 60 рублей по моему он заявлен как то что он сужает по порой устраняет угры и прыщи смягчает кожу его нужно наносить два раза в день как это спрашивается я понятия не имею потому что она засыхает такую белую корку и как вы с этой белой коркой пойдете на работу и вообще куда-то кроме как дома ну не знаю пользовалась ей специально каждый день старалась но с утра мне не каждый раз получалось потому что куда-то надо было если выйти ну-ка на ночь старалась мне никакого эффекта от нее не увидела девочки если у кого-то был эффект от вот этой штуки вы напишите пожалуйста внизу я ее покупала на зоне слава богу она стоила там из разряда 60 рублей на этом пожалуй все всем спасибо за просмотр не забывайте поддерживать меня своими пальчиками вверх подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны и пусть удача всегда будет с вами пока пока удача